Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте! Поговорим о племяннице Самбелла Адамяна, мисс Вонг. Ну что ж, я могу смотреть эту девочку, ее ролики исключительно на перемотке 1.75, тогда это как-то смотрительно и не так давит на психику, потому что на обычной скорости, ребята, наверное, надо иметь очень крепкую нервную систему. У меня она, к сожалению, я так понимаю, очень расшатана и не может воспринимать это все вот в обычном формате. Первое, что хочется отметить по поводу, конечно же, Дианы, что в следующем году необходимо, наверное, написать коллективное письмо властям Запорожья, мэру, обязательно всем там, губернатору, чтобы они обязательно советовали с Дианой, какие должны быть городские елочки. И никак иначе, потому что девочка в свои 25 годиков только тем и занята, что посещает и бегает от одной елочки к другой и, конечно, высказывает свое мнение. Там не так, здесь не так, еще помимо этого необходимо достойно украсить витрины города. Что это такое? Главная елка Запорожья. Диана в надежде зашла Франсуа. Надеялась, что будет так же красиво вообще и приятно, вот прям по-домашнему, уютно, как это было в Мелитополе. А нет, там и близко не было новогоднего настроения. И это опять-таки упущение городских властей. Ребята смотрела и просто вот от этой девочки угорало, сколько у нее проблем в ее вот головушке, маленькой головушке проблем, трудностей и печальки. То кофточка не такая попадется, то свечечку девочка не успевает зажечь вовремя и насладиться ароматом, который она не слышит. То лишний батончик она слопала, то нужно посидеть и дождаться, когда же огоньки на елочке включатся. Ну в общем, у девочки сумасшедший ритм жизни. И из-за этого она, конечно же, еще и страдает бессонницей. А как вы думали, тяжелые думы не дают ей покоя, не дают уснуть нормально. Ну а в комментариях ей уже советуют успокоительное пропить и какое ей необходимо снотворное. Но тут выясняется, что не только она от этого страдает, но и муж ее Алексей. Представляете, ребята, блин, я в 25 лет спала, я не знаю, без задних ног. А здесь вот так вот девочка страдает. Но как сама Диана выяснила, скорее всего, именно из-за социальных этих сетей. Поэтому сейчас, как минимум, она возьмет за правило за 30 минут до сна убирать телефон от себя, пить чай с ромашкой и будет ей счастье. Хотела сказать, Диан, пойди поработай. Пойди, девочка, выдохни, займись чем-нибудь полезным и будет тебе счастье. Дрыхнуть будешь и даже забудешь, что такое социальные сети. Ну да ладно, разговор тоже, ребята, не об этом. Следующий момент. Девочка полдня тратит на то, чтобы привести себя в порядок. Жесть. И это в 25 лет. Интересно, сколько она будет тратить времени, когда ей будет 40. Там, походу, целый день будет только и уходить на уход за собой. И хочется опять-таки отметить, что полюби себя такой, какая ты есть. Начни воспринимать себя такой, какая ты есть. А так, ребята, смотрю и я просто угораю. Мало того, я улыбаюсь от тех, кто восхищается данным контентом. Блин, целый день просто пустая трата времени. Такое ощущение, что она даже не замечает, насколько бесцельно протекает ее день. Как-то глупо и однообразно. А далее меня Диана, как всегда, поразила, рассказав о том, что вот этот предновогодний сегодняшний день она хочет провести по-особенному. И опять мне стало интересно, чем он отличится от всех предыдущих дней. Но потом я поняла, Диана ходила от кафе до кафе и просто тянула время, когда же на елочках зажгутся огоньки. Ребята, это нечто. В одно кафе зашла, посидела, не дождалась. Видимо, уже надоело сидеть с пустым столом, потому что до этого уже схомячила свой пряник и запила это все каким-то там травяным чайком. Перешла в другой ресторан. И там сказала четко, буду сидеть до победного, пока не зажгутся огоньки. И такое, ребята, бывает в 21 веке. Когда заняться нечем, вот такой чухней и страдаешь. Ну и, конечно же, ура, вот наконец-то зажглись огоньки. И нам все это показали. Я это все слушала, ребята, и действительно не переставала смеяться с нее весь этот ролик. И вот думаю, насколько человек какой-то пустой в голове. Я вообще не могу понять ее наполнение внутреннего мира и содержания этого мира. Как по мне, она остановилась на умственном развитии лет 15, когда восхищает, я не знаю, каждый шаг, каждая веточка. Каждая, например, да, там, я не знаю, какой-то огонечек восхищает все. Я вообще за позитивные, положительные эмоции. Но не до такой степени, когда, я не знаю, меня может восхитить, наверное, любой человек, проходящий с полиэтиленовым пакетом. Какой у него классный мимишный пакет. Но Диана способна 100% и здесь выдавить эмоцию. Далее, конечно же, посмотрела ролик с посещением ресторана. И всегда улыбнулась Дианой, как она обычно умеет все преувеличивать и преподносить. Главное сейчас не нагребсти, как мы это делаем обычно. А что вы обычно делаете, нагребаете. Я ни разу не увидела, чтобы они конкретно действительно чего-то нагребали. Но, как всегда, любит она краски сгустить, жути нагнать. Посмотрела, что же они набрали, как же они себя сдержали с Алексеем, чтобы не набрать лишнего. Ну, у Дианы на тарелке два хинкали и один хачапурик на двоих вместе с мужем. У мужа на тарелке целых четыре, ребята, хинкалика. Поэтому сдержали себя и, конечно, как обычно, не набрали лишнего. А вообще, отдельно хочется отметить, что девочка, ну, крайне жадная. И вот так вот даже удивляюсь, как можно целыми днями шариться по торговым центрам. Нифига в них не покупать. Но зато все нам показывать и демонстрировать. Нам это очень важно. И мы обязательно должны это увидеть. Ну, и в одном из роликов Диана рассказала о том, что Леша купил себе кофточку, но понял, что покупка была импульсивная. Ему абсолютно она не подходит ни под одни штаны. Еду ее сдавать. Ребята, вы знаете, это просто жесть какая-то. Когда вот мальчик рассуждает, что кофточка слишком яркий принт, и это импульсивная покупка, и она не подошла ему ни под одни штаны. Ну, вы знаете, хочется, а не хочется обижать, но единственное, что приходит на ум в голову, это шандарахнутые оба. Потому что, по большому счету, если бы парень был ей не подстать, он бы не смог находиться с вот такой, ну, какой-то, я не знаю, запаянной пустышкой, какой является Диана. Ну, и, конечно же, она поперла в торговый центр. И, вы знаете, вот опять очередной раз, везде Диану преследуют именно злые люди. И в магазине, и в общественном транспорте везде только одни. И хочется сказать, девонька, да, что ты хочешь увидеть в людях? Вот то ты, по большому счету, в них и видишь. Такое ощущение, что Диана считает, что все должны ходить, как жизнерадостные дебилы какие-то, и просто бесконечно улыбаться. Вот как Диана это делает, да, она от чего угодно постоянно улыбается. То же самое ждет она и от людей. Она стоит, извиняюсь за выражение, шандарахает мозги продавцу. Люди стоят в очереди, у которых реально ограничено время, да, и нужно куда-то по делам. А Диана стоит и светскую беседу ведет. Естественно, люди начинают закипать, потому что не у каждого есть столько свободного времени, сколько у Дианы. У Дианы в день в чем заключается? Сбегать от елки к елке, запилить контент. От торгового центра к другому торговому центру. Полазить по магазинам. И все, чем она занята. А у людей действительно время ограничено, но Диана видит в этом зло. Вот такие злые люди везде по пятам ее бедняку преследуют. Кстати, удивительный момент, как она ходит и везде рассказывает, вот это недорого, и вот здесь это недорого, и там это недорого, но при этом нифига не покупает. Вы знаете, ребята, я даже, наверное, в жизни не потратила столько времени ходить вот с телефоном. Все это бесцельно, бессмысленно снимать, трогать, показывать и ничего не покупать. Мне кажется, что она скоро уже в магазинах фейс-контроль не будет проходить. Ее наизусть запомнят, что она просто слоняется, шарится по магазинам, но при этом ничего не берет в них. И вот, знаете, сразу возникает такое мнение, если у тебя столько свободного времени, да, ты не можешь найти себе применения, найди себе какое-то реально хобби. Возможно, как вариант, пойди куда-то работать, находись среди людей. Тогда не будет этой скуки, тогда не будет этой тоски и какого-то одиночества. А так вот я смотрю ее видосы, под них замечательно засыпать. Вот, честное слово, включил и просто ложись спать, релаксируй. Потому что из ролика в ролик одно и то же. Ничего яркого и нового не происходит с этой девочкой. Хотя я считала, что в 24-25 лет жизнь более яркая, какая-то красочная, наполненная событиями, эмоциями. А у Дианы одно и то же. Я вообще не знаю, счастлив ли этот человек как таковой. Ну вот это, в принципе, все, что, ребята, я хотела сказать. Продолжение, конечно, следует. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok